Сколько вам лет? Что вы помните с детства? Помните ли вы, как выглядели тогда? Помните ли своего лучшего друга? А любимые игры? А когда впервые сели на велосипед? Мозг дает нам доступ к событиям нашего прошлого. Это похоже на личный фотоальбом или видеоколлекцию, которую можно увидеть или проиграть, когда захочется. Как эти воспоминания хранятся в мозге? Для этого есть два способа. Кратковременная и долговременная память. Кратковременная память хранит и обрабатывает воспоминания в высокоразвитой части мозга, в предлобных долях. Затем данные из кратковременной памяти передаются в долговременную, в глубокую область мозга под названием гиппокамп. При этом совместные воспоминания из разных сенсорных областей мозга группируются в единый эпизод памяти. Например, отпраздновав день рождения, вы помните не разрозненные элементы, украшения, звуки, запахи, а праздник в целом. Когда воспоминания проходят через гиппокамп, связи между нейронами, несущими детали воспоминаний, становятся постоянными. Если, например, вы слышите музыку, а затем вспоминаете ситуации, в которых она звучала. Когда ученые просматривают сканы мозга, они видят, что в тот момент, когда человек что-нибудь вспоминает, начинают светиться разные области. Они показывают, как память представляет каталоги для всех записанных мыслей и чувств. Гиппокамп фиксирует набор связей, формирующих память. Однако самопамять зависит от прочности связей между отдельными клетками. В экспериментах на животных ученые установили, что удаление или изменение всего лишь одной молекулы химического вещества препятствует формированию воспоминаний. При этом даже существующие воспоминания могут быть разрушены. Вспомните, что вы сегодня делали. Что, например, ели на завтрак. Если вы вспомнили коробку с хлопьями или яичницу с ветчиной, это воспоминание явилось результатом сложной работы. Наш мозг каждый день обрабатывает информацию, и много разных систем работает слаженно, чтобы образовать воспоминания. Память позволяет накапливать, хранить и воспроизводить информацию. Длительность памяти на то или иное событие зависит от многих факторов, определяющих завершения процесса в мозге. Он способен хранить невероятное количество информации. Факт. Ваша память может ассоциировать запах с определенным событием. Этот запах может вызвать связанные с ним воспоминания. Больше 20 лет назад мой друг Дуглас Адамс целый год выслеживал вымирающих животных вместе с зоологом Марком Корординым. Теперь моя очередь. Вместе с Марком мы собираемся узнать, что случилось с теми видами, которых они тогда увидели на грани вымирания. Это будет изнурительно, весело, невероятно и невыносимо. Но я ни на что это не променяю. Последний шанс увидеть. Ай-ай. Завершив нашу экспедицию по Угандии и Кении в поисках носорогов, мы с Марком сошлись по псовых маршрутов и отправились прямо на Мадагаскар. Признаюсь, Марк, что для меня Мадагаскар не более чем название детского мультфильма. Кошмар. Извини. Расскажи, что тебя привлекает в этом месте? Ты болтаешь о нем неделями. Для того, кто интересуется природой, это одно из самых потрясающих мест в мире. Большинство здешних животных и растений не встречаются больше нигде. В первый раз практически все в новинку. Мадагаскар лежит в Индийском океане в 460 километрах от берега Мозамбика. Мы хотели найти Ай-ай. Необычного ночного лемура, якобы обладающего такой отталкивающей внешностью, что при виде его сердце леденеет. За 20 лет до этого Марк встретил зловещего Ай-ай на небольшом острове Нозимангабе, где и решил начать наше путешествие. Нозимангабе. Потрясающе. Не думал, что вернусь сюда. Попробуем спрыгнуть. Ты помнишь, что случилось со мной на лодке? Будь осторожен. Подожди. Давай. Пережди волну. Спасибо. По крайней мере, для меня в новинку будет не только встреча с уникальной живой природой Нозимангабе. Марк предложил нам ночевать в палатке. Я ночевал в палатке в 16 лет. Одну ночь. Ты шутишь. Чакфорд, графство Деван. Должен был остаться на две недели. Первая же ночь была так ужасна, что я просадил все карманные в пабе. Шутишь. Конечно же, ты спал в палатках и потом. Только вместе с мужчинами. Да. Черт. Надо было заказать две палатки. Попробую договориться. Вот так всегда. На острове Нозимангабе царит идиллический тропический рай, где захотел бы поселиться любой уважающий себя экзотический вид. Но Марк не был намерен тратить время на созерцание пейзажей. Смотри, Стивен. Видишь? Это листохвостый геккон. Его хвост похож на заплесневелый листок. Он шевелится. Все хорошо. Пожалуй, это самый удивительный пример маскировки, который только можно увидеть. Благодаря зазубренным краям очертания нечеткие, а весь окрас повторяет ствол дерева. А это пантерный хамелеон. Мы еще не начали искать диких животных. Они уже поджидали нас на каждом шагу. Бесподобные создания. Невероятно. Их глаза вращаются во всеми.